Друзья, всем привет! Мы сейчас тут приехали посмотреть старый город. Он находится в центральной части полуострова, где-то, наверное, в нескольких километрах, 2-3 километра от пляжа. Вот такие у них здесь домики сохранились. Очень интересные, в которых они раньше жили. Здесь тоже также очень много туристических мест, кафе, всякие рестораны. Но сейчас 10 часов, где-то 9.30, и пока еще все закрыто, в Турции, в таких туристических местах, люди рано не просыпаются. Даже собака и то спит. Эй, охранник, ты че? Че трыхнешь? Имей совесть. Плюс ко всему еще зима, и обычно в туристических местах, в таких, они открываются вечером. И это все, в общем, начинает работать вечером. Здесь у них уже идет уклон такой на вино, на всякие разные развлечения, потому что Греция рядом. Оказывается, в Греции чисто вино неразбавленное, только варвары пили. А вообще вот всякие разные такие аристократы и люди, у которых, соответственно, такой достаток высокий, они разбавляли вино с водой. Возможно, вечером, когда они откроются, здесь будет поинтереснее. Сейчас здесь пока все спит. Мы хотим попробовать поехать на ферри-терминал и попробовать отправиться на кораблике в Бодрум. Чтобы не объезжать это все, хотим на корабле попробовать проехать. Интересно, что здесь практически нет ветра. Вообще нет ветра. И, наверное, поэтому здесь жители селились как раз-таки. На самом деле здесь это место все можно обойти за полчаса. Каменные улочки. Я так понимаю, они до сих пор сохранились. И они делали вот с уклоном, чтобы вода по центру собиралась и туда вниз уходила. Вот это уже современные дома. Вот это светлое, это старенький домик. А вот эти рядом уже современные дома. В Турции, как всегда, собаки вот так вот привяжутся. Она, эта собака или он, не хочет есть, ничего ему не надо. Ему просто нужна компания, чтобы ходить рядом с людьми, создавать кипиш. И вот здесь можно сейчас утром ходить. И он будет везде, эта собака, ходить. Вот это у кого-то сад вот такой вот. Зеленые деревья зимой, лимоны, все такое. А вот вот так вот выглядят повозки или колесницы, не знаю, что такое. Но, в общем, на этом что-то возили, перевозили. Из дерева сделано, а эта часть, которая соприкасалась с камнями, железная. Причем в некоторых вот этих домах старых до сих пор люди живут. Вот эта собака будет вот так вот ходить за нами. Сюда, 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 пошли, вперед. Давай. Идем, вперед. По этим улочкам. Вот ей самое главное кипиш поднимать. Вот ей сказали, ты что спишь, давай просыпайся. И она теперь ходит здесь, все показывает. Давай, иди вперед. Вот колодец. Например. Закрыт на замок. Чтобы никто не плевал, наверное. Здесь тоже какие-то рукописи. Да, че. Здесь можно поселиться, позавтракать. Улочки прям в некоторых местах такие узенькие-узенькие. И видно, что да, действительно, здесь раньше жили люди. И, конечно же, здесь нет никаких проходов. Ничего такого для машин, чтобы машины могли проехать, нет. Вот для телеги максимум, и все. Машин, конечно же, в то время не было. Вот так вот можно здесь приехать и окунуться в прошлое. А вон там, смотри, собака еще. Это че за собака, ты ее знаешь? Иди здоровайся. Скажи доброе утро. Давай, вперед. Пошли. Они здесь очень упитанные собаки. Я даже сказал бы, они... Ну, у них ожирение, короче. И сейчас мы с вами можем увидеть весьма любопытный факт, как они контактировать будут. Четыре кошки и одна собака. Давай, покажи, как ты дружишь с кошкой. Кошки опасаются. Ну-ка, проходи. Да не бойся. Пойдем. Короче, у них здесь... Как-то все помечено территория. Они внимания друг на друга не обращают особо. Вот еще кошка. Белая кошка на белой машине. Привет. Как дела? Выспалась? А это как спала, так и спит, да? Ты даже не двигаешься вообще. Алло. В Древнем Риме собаки проспали на падение. И потом этих собак много лет уничтожали, истребляли, наказывали. А гуси, наоборот, помогли, начали гакать, шуметь, когда нападали на Рим. И поэтому гусей в Риме любят, а собак не очень. На самом деле здесь у них два старых города. Вот здесь еще возле Марины, возле порта, есть вот такой один тоже город со старыми зданиями, со старыми домами. Может быть, это и не старый город. Может быть, здесь просто люди так скромно живут. А вон еще кошек голодный. Мы здесь животных маленьких кормим. Несмотря на то, что они живут скромно, да, вот так вот, все равно есть уборщик. В специальной форме. Здесь вот мы собаку прикормили. Она уже много столько съела. И столько разных кошек. О, у них сейчас драка здесь. Вот так у них, друзья, выглядит старый город. Без купюр, без всяких разных туристических достопримечательностей, кафе, ресторанов. Вот у них здесь мечеть. Вот у них здесь вот так вот выглядят прилавки для людей. Они там что-то продают. Шоколадки, Кока-Колу. Вот это у них вот такие вот прилавки. А все, что остальное мы с вами видели, это у них, ребята, для туристов. А старый город, вот он, старый город. С голодными собаками, с худыми, с кошками, которые людей боятся. Вот это вот настоящая Турция. А там, конечно, собаки наелись, даже ходить не могут. Объелись. Вот местные жители, пожалуйста. Еще у них здесь вот такая вот любопытная машинка, маленькая, одноместная. Я подозреваю, что это электрическая машинка. Она очень маленькая, только на одного человека рассчитана. Как раз для таких улиц. К5. И детская площадка. Везде в Турции, вот где-то на окраине, на возвышенности, всегда будет детская площадка. В любом населенном городе. Такая все, но зато такая уютная, компактная. И хорошие цены. Хорошие цены, хорошие отели. Я не знаю, как там будет летом, как здесь будет летом. Кто-то мне, кто-то писал, что типа в Мармарисе или где-то в Бодрыме. Отели лучшие цены, лучше, но по сравнению с тем, что я здесь увидел, я с этим, конечно же, не согласен. Написано, что здесь вот есть парковка, где собака лежит. Но, в принципе, можно заехать прямо в Марину и зимой здесь вообще никого нет. Написано, что парковка стоит до 3 часов 50 лир, а 24 часа 100 лир. Если вы будете уезжать с дачи в Бодрум, то вам надо будет проехать вот туда прямо до конца и там в углу поставить свою машину. Ждать, пока приплывет кораблик, придет или приплывет. Купили билетики. Вот здесь вот в порту, в самом конце, есть вот такая вот белая будочка, белый офис. Здесь можно купить билеты. Вот на конец декабря билет стоит, 765 лир стоит билет на двух человек и на машину. Вот 650 и 115 еще они за что-то берут. Вот так вот называется эта компания. Можно купить билет онлайн. Вот здесь вот будет производиться загрузка. Сюда зайдет корабль, фейри зайдет, лодка. И, в общем, отсюда мы отойдем и окажемся в Бодруме сразу напрямую. Очень много сэкономим времени и сил. Вообще, до туда доехать по бензину, наверное, 100-200 лир максимум будет стоить. Но нужно будет ехать уже по тем местам, по которым мы проезжали. И я думаю, это будет не совсем интересно. Я думаю, будет интересно проехать на лодочке. Здесь у них в Марине тоже разные яхты интересные, красивые стоят. Здесь есть кафе, там есть Мигрос. Я сегодня в шапке, потому что здесь вчера такой сильный ветер дул. И, короче говоря, я решил надеть шапку, но вообще сегодня ветра нет и погода такая нормальная. У них здесь, в этом городе, даже Марина вот в таких вот, в таком стиле выполнена средизерноморском. Голубые такие красивые домики. И вообще даже просто вот элементарная стена, она украшена зеленью, как-то разрисована. Ну, как-то у них здесь все это творчески. Как-то вот, как-то все красиво, с любовью все отмечено. Ну, я не знаю, как объяснить вот эту вот атмосферу. Она какая-то здесь прекрасная, в общем. Вот здесь есть даже бар у них. Вот это вот бар. Я не знаю, будет он работать или нет, но летом, в общем, здесь напитки. И кафе, рестораны. А вот прямо это реклама отеля, в котором мы жили, моего любимого. Капе Крио. Он мне очень понравился, этот отель. И есть еще Migros Jet. Это супермаркет, в котором можно самое необходимое все купить. Вот уже таксист приехал, ждет пассажиров. И, кстати говоря, должен вам сказать, что не знаю, как зимой, но летом здесь есть какой-то автобус, который курсирует именно от дачи. Здесь несколько километров. И до этой марины бесплатный автобус есть. Типа Шаттл Басика. На нем можно бесплатно проехать. Если у вас есть яхта или какая-то такая лодка, вы можете прямо сюда зайти. Здесь пришвартоваться. Нужно будет какие-то деньги заплатить за швартовку, за стоянку. Но зато вы прямо сюда сразу зайдете. Кто-то на машине путешествует, кто-то на яхте путешествует. На самом деле я знаю людей, которые продают там свои дома, квартиры, покупают себе вот парусную яхту вот такую и в ней живут, путешествуют, там кушать готовят. Кстати, вот это вот тоже стамбульские номера машина. У них там полная машина всякого разного багажа, сумок. Они тоже путешествуют на машине, на Форрестере. Вот так вот у них, значит, здесь выглядят кафе внутри. Очень просторные, тоже все красивые. Все, либо это у них здесь все новое, либо у них здесь просто идеальная какая-то чистота непонятная. Как это все у них здесь получилось сделать так чисто. И вот с видом, значит, на Марину буду сейчас здесь сидеть, чай пить, кайфовать. Вот, друзья, пришла наша лодочка Sunny Express Bodrum. Примерно где-то 50-70 человек, несколько машин там. Даже меньше, чем 50 человек. Я думаю, человек 30 вот с Bodrum пришли, с чемоданчиками, со своими. Все, друзья, нас погрузили на кораблик. И таким образом здесь осуществляется погрузка, загрузка. Там три машины, там четыре машины стоит. Ну, в общей сложности, наверное, 16-20 машин сюда поместятся. И, конечно же, можно на мопеде заехать. Мопед просто вот так вот веревочками привязывают, мопед, мотоцикл. И с одной стороны держит резинка. Вот, а сверху, собственно, здесь вот такие вот сидушечки. Есть открытая палуба, закрытая палуба. И есть еще палуба там, на втором этаже, наверху. Если переживаете, что будет дуть ветер, можно внутри присесть. Мягкие, комфортные сидушечки. Конечно же, как на всех ферри, есть бар. Здесь чипсы можно заказать, чай можно заказать. Там вот эти вот генераторы ветряные, где мы вчера с вами катались. Вот здесь вот так вот спасательная шлюпка выглядит. Наверху, скорее всего, будет ветрено. И обратите внимание, что этот ферри рассчитан вот на такое большое количество людей. То есть зимой здесь цены на паром гораздо ниже, чем летом. Потому что зимой стоит только с одного человека 200 лир. И с двоих людей 400. И с машины, по-моему, 700. В общем, зимой это стоит... В общем, летом это стоит около тысячи, по-моему. Зимой вот мы заплатили даже больше тысячи. Зимой мы заплатили 700 всего лишь. Эти вот ребята путешествуют на мотоцикле с российскими номерами. Вот этот мотоцикл, он как-то прибыл с России сюда. Заезжает сюда машина. Я переживал за бампер. Да, вот в какой-то момент, видите, он почти задел бампером. Поэтому если бампер у вас стоит, расположен низкого машины, то лучше задом заезжать. Пикап, он давно уже сюда приехал. Но он не заезжал. И он заехал в самом конце. Я думаю, это связано с тем, что когда корабль туда придет, в Бодрум, все те люди, которые приехали, ну, которые заезжают последними, они будут выезжать первыми, и им не надо будет ждать. Вот здесь наверху расположены у них спасательные жилеты. Вообще, друзья, всегда, когда вы находитесь где-то на корабле, на каком-то таком, на ферри, или в самолете, всегда старайтесь уделять внимание технике безопасности и смотреть, где находятся спасательные жилеты, спасательные шлюпки и, в общем, все такое. 90% пассажиров – это местные жители турки, иностранцев очень мало. Все, он аппарель закрыл, поднял аппарель. Но один канат еще держит, потому что он маневрирует. Ему нужно сначала отойти, и потом они его отцепят. Но они, конечно, работают слаженно, оперативно. Долго здесь никто не думает на корабле. Поэтому женщинам не место на кораблях. Здесь нужно быстро решение принимать. Сейчас будем здесь выходить в открытое море. Здесь у них маяк. Причем в некоторых местах здесь я вижу не так уж что и глубоко, и он прям вот проходит рядом с этими, со всеми местами. Вот здесь вообще мелко. И мы прям рядом с этой мелкотой проходим. Корабль качает не сильно, потому что море здесь спокойное, и корабль достаточно большой. Но в любом случае, если вы ни разу не были на корабле, вам следует подготовиться. Есть какие-то специальные таблетки от укачивания. Два часа будет проходить наш маршрут. Можно пока пойти отдохнуть. А, еще, друзья, старайтесь занять место поближе к началу корабля, потому что сзади на корме, или как это называется, я не знаю, расположен мотор, и он сильнее шумит там, гуло больше. Когда вы на каком-то корабле, старайтесь узнать, где находится мотор, и подальше от него, чтобы просто шумно не было. Вот, друзья, здесь хорошо видно, как мы срежем путь. Вот здесь мы находимся, на этом полуострове, на этой даче находились. И напрямик по морю мы попадем в Кодру. А иначе нам пришлось было объезжать вот так вот здесь, это около 150-200 километров. во-первых, время экономит, во-вторых, ну, мы поедем по другой совсем дороге. Это тоже немаловажно. Примерно половина пути мы прошли, вот там вот остался у нас этот полуостров. Отсюда хорошо видно, как он проходит. Вот там он заканчивается, и вот там начинается. Мы заходим потихонечку уже в бухту Бодруба, там вот видно строят как новые отели или это дома, квартиры. На самом деле здесь территории очень много рядом с Бодрумом. И у нас вот с вами получилась такая, вот я хотел покататься на кораблике, получилась такая вот обзорная экскурсия интересная по окрестностям дачи, полуострова, и, конечно же, вот сейчас мы в Бодрум будем заходить. Вообще, вот так вот выйти где-то возле островов, покататься на кораблике, примерно так же 700 лиры стоит. Здесь очень много городов-спутников, вот мы одну Марину уже прошли, и я вот еще вижу вторая здесь у них Марина есть. И мы идем, скорее всего, вот туда прямо по курсу, там видно крепость у них есть еще в этом Бодруме, как и во всех турецких городах крупных, и кто-то зашел сюда на частной яхте на гигантской, она очень большой, что нам приходится обходить ее, она боком стоит, и там мы ее вот так обходим. Да, яхта прям действительно крутая, она очень большая, я даже не знаю, сколько там кают, но она метров сто, наверное, длиной. Эклипс. Отсюда уже можно хорошо увидеть дорогу, вот эту вот трассу, это уже будет не Д-400, если это будет другая дорога, но в принципе как бы здесь все рядом. Единственное, что сразу в глаза бросается, что здесь нет такого большого количества лесов, как, допустим, в Кемере или где-то вот в Алимпусе, где мы были. Здесь такие сопки и больше кустарники. Это у них все, вот белое это отель, и здесь очень много отелей по системе, которые работают, все включено. Должен вам сказать, друзья, что здесь температура как будто бы пониже, чем на даче, потому что такой холодный воздух. Хорошо, что я шапку надел. Надеюсь, мы там не замерзнем. Крепость красивая, очень хорошо сохранилась, либо ее просто отремонтировали. Заходим на холостых в марину. Ну, небольшая такая маленькая бухточка здесь. Честно говоря, мармарисе как будто бы побольше. Очень много черных вот этих птиц, я не знаю, это вороны или грачи, кто здесь летает. А чайки не летают почему-то, потому что там холодно. Вот, прям стаи, стаи, стаи этих черных птиц. Друзья, он достаточно такой большой этот корабль, и если я не ошибаюсь, ему надо здесь развернуться, и неужели он будет туда швартоваться? Здесь вообще так мало места, и вот эти вот яхты здесь стоят дорогие, очень дорогие, и ему надо, по-моему, туда втиснуться. да, 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 очень узкое такое место, пространство, и он сюда швартуется. Реально, посмотрите, здесь по бокам практически вообще не остается места. в притирку, короче, он заходит туда, и прям сразу нас на набережную, очень близко. Притом еще, капитанский мостик, он как бы у меня за спиной, он задом заезжает сюда. С этой стороны у людей парусная ясна стоит, и вот он буквально остается, да, сейчас мы заденем этими воздушесными шариками, не знаю, как они называются, а нет, не задел. Короче, ему матросы помогают по рациям, говорят налево-направо, налево-направо, и он швартуется. Ну, мастер, конечно. И все, и вот здесь вот, значит, сразу набережная, парк, и вот такая вот будочка. Кстати, если вы с бодрумом, на дачу соберетесь, вам нужно будет вот в таком вот офисе покупать билеты, можно онлайн купить. Первые впечатления у меня, в принципе, положительные об этом месте. Много людей, все тесно, ну, в общем, все как в лучших городах в Турции. Мы спустились с корабля и сразу на бал, сразу вот на этот променад попали, на набережную, на вот этот прогулочную, вот эту вот ихнюю, с парками, зону, с детскими площадками. Мы уже забронировали отель там за 500 лир, сейчас вам покажем его, не знаю, как он будет выглядеть, ну, короче говоря, попробуем. 6 минут до него ехать, 3 километра, он находится от Марины, если на машине. И вот эти все рестораны, они работают, все-все-все рестораны, они не закрывались, на зиму не закрываются, и все-все ждут гостей, вечером здесь будет тусовочка. Ух, вот этот вот номер, ух, 77, он этот, с российскими номерами мотоцикл, как они здесь ездят по такой погоде, я вообще не знаю, одаривал правителей и оставлял на троне. оставлял. А вот этот город Галикарнас, который бодрым, который, ну, изначально бодрым был Галикарнас, вот они не сдавались, и поэтому он их, когда завоевал, он здесь вот все почти уничтожил. А вот Галикарнас, он... Македонский? Да, да, да. Расфигачил здесь? потому что они не хотели сдаваться, они хотели покоряться ему, и поэтому он завоевал их, и потом все разгромилось, потому что они гордые. Гордые? Да. Поэтому, наверное, говорят, что горды не грех, да? Здесь родился еще Керодот, отец истории. Керодот, отец истории? Интересно. Галикарнас? Да. И это был центр Древней Греции. Здесь построен мавзолей, который построила Артемисия III своему супругу, королю Мавзолу. Это один из чудес света, считается, одним. Вот еще одна Марина, но здесь много городов рядом с Бодрумом. Из-за своей близости к Греции, вообще Бодрум называют маленькой Грецией, здесь атмосфера и, в общем, архитектура, все вот, первые упоминания о городе на месте Бодрума нотируются пятым веком до нашей эры. Считается, что поселение здесь было основано дарийцами. Когда-то на месте современного города Бодрума находился древний Галикарнас, который являлся столицей Карии и одним из самых значительных центров Древней Греции. 500 метров нам осталось до отеля, он где-то находится не в самом центре, как раз как я люблю, нормально все с парковкой, есть вот магазин, вот это сока, это магазин у дома, мини-маркет, сеть мини-маркетов. Здесь, наверное, наш кафтей Суф есть, любимый, с сучка. В общем, друзья, вот здесь вот с правой стороны руины, и мы только что проехали через шлагбаум, и, короче говоря, где-то там внутри наш отель. Да, вот, музеем резорт. 500 лир стоит, я просто ради интереса забронировал, даже не знаю, что внутри. Реально, друзья, у них здесь как музей, здесь у них вот здесь есть это пианино или рояль, ничего, рояль, короче, это. Здесь есть спа, должен быть спа, потому что я со спа искал. вот, здесь такие поделки всякие разные, массаж есть, и самое интересное, самое интересное, то, что здесь вот бассейн, бар, historical museum, resort, аквапарк даже есть, и это все находится прямо рядом с руинами. Вы такое могли вообще себе представить, что мы будем жить вот здесь где-то раньше были древние греческие и римские поселения в том числе, и вот прямо здесь вот рядом, короче, прямо с этими камнями рядом мы будем жить. Немного удивительно, конечно, но я не знаю, что это, похоже на бани, там, где-то в принципе любой как бы желающий может зайти сюда, заехать, наверное, дальше, но как бы вот территория отеля она вот так огорошена. Удивительно. Белые домики в стиле, в греческом стиле Сандорини. Я нашел его на букинге, он стоит около 600 лир, и я нашел на сайте от Улзи за 500. Самое главное, что здесь чисто, и что здесь есть чайник есть, это уже хорошо, и что работает кондиционер, ну, на одну ночь пойдет. Однозначно не могу рекомендовать этот отель никому, у него есть плюс, что здесь большая парковка, что здесь рядом музей, бассейн, там даже спа какой-то есть, но он старый этот отель, и какой-то неуютный, вообще проще доплатить 200-300 лир и жить нормально, красиво, по-человечески, потому что на фотографиях всегда все так классно, а потом сюда приезжаешь и начинаются здесь чудеса. Зато друзья, рядом с нашим отелем есть вот такие вот ворота, вернее руины ворот Миндоса. Город Галикарнас окружала каменная стена протяженностью 7 километров, но когда они не захотели сдаваться македонскому, македонский сказал здесь все разрушить. Первый город, в котором я встречаю Макдональдс, ну здесь как бы Макдональдс везде есть, но это вот наверное первый город за последнее время, в котором я встретил Макдональдс и у них такая вкусная кухня, в том числе фастфуд очень вкусный, я думаю здесь вообще нет никакого смысла в этом Макдональдсе. Ну чтобы пообщаться, да ладно что ты бежишь сразу, ну чтобы поздороваться, капец ты подозрительный, блин, не дает поздороваться, такой подозрительный видон, тихо, блин, пришли посмотреть амфитеатр, и здесь естественно кошки как без кошек, да? Да? классная камера у меня? И в общем как всегда старый город, узенькие улочки, старые дома, запах старости, и все это на горе, как всегда. Приехали, пришли вернее в античный театр, вот здесь ближе к сцене находились олигархи, а здесь либо слуги, либо рабы, либо у кого денег мало. Вот здесь информация по этому театру, в оригинальном состоянии 10 тысяч человек, а сейчас 4 тысячи человек помещается. 50 метров высот выше моря. Что я хочу сказать про вот эти театры, это была затея римлян строить вот эти вот анфитеатры, театры всякие разные, античные. Здесь в общем люди, которые правили этими городами, они могли здесь общаться с народом, и как правило здесь проходили всякие разные бои, и во время кульминации то есть император он выбирал будет там человек жить или не будет, и он прислушивался к мнению толпы, то есть эти театры они были вообще созданы для того, чтобы общаться с народом, грубо говоря. Вот здесь, где мы с вами сейчас расположены, чем дальше от сцены, тем соответственно был социальный статус ниже у человека, у зрителя, и чем ближе туда, там были специальные места для правителей этого города, сюда вход бесплатный, он находится прямо возле марины, прямо возле крепости, здесь в принципе все рядом. На набережной Мадо, тоже это сеть ресторанов, там вкусно готовят, и вот такой вот клуб есть, ну клуб для взрослых танцевальный, с люстрой, вот люстра просто висит вот там, гигантская, и все на улице. А еще мне нравится кушать вот в этих местах Тавук Даньясы, там тоже всегда очень вкусно и свежая еда. В Бодруме уже полным ходом идет подготовка к Новому году, они уже елочку нарядили на площади возле Марины сцену, и здесь будет публичное выступление для всех желающих на Новый год, здесь будут играть артисты прямо вот в Марине. Какие они милоши все-таки, прям как у нас в Алма-Ате. Дедушка Мороз придет, вот он уже репетирует, идет, Снегурочка. Детство заканчивается тогда, когда охота, чтоб желание исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка. Музей Крепость работает только до 5.30, очень хорошо сохранился, уже по всей видимости это все современное, потому что Македонский здесь все порушил, разрушил, и это сейчас руины, развалины, только современные, можно посмотреть. Это средневековая крепость, оказывается, и она была построена на месте, где был раньше храм Аполлона, и плюс ко всему тут еще мавзолей есть, землетрясение его разрушило, этот мавзолей, и, короче говоря, строители, когда эту крепость строили, они камни приносили вот с мавзолея сюда, то есть этот мавзолей использовали как каменоломню, а еще они на самом деле часто в Риме тоже, когда Колизей разрушился, или его даже специально разрушили, они тоже его как каменоломню использовали местные жители, у них раньше все просто было, там одни построили, другие там разломали, взяли камни, и с этих камней себе что-то другое построили, и хотя бы снаружи мы ее посмотрим, да, она в очень хорошем состоянии, и видно, что она уже современная такая, наверное, где-то пятый-седьмой век, а вот этот, друзья, катамаран такой плавучий, и это, по всей видимости, либо дискотека, либо рестораны, то есть он постоянно в движении, вы можете там на нем находиться, кушать, выпивать, и все такое делать, уже накрыли белые скатерти, накрыли все столы, ждут гостей, и на каждый стол поставили по тарелочке с мандаринчиками, разожгли огонь, и я еще хочу этим сказать, что вот в Турции все-таки они умеют во-первых, оказывать услуги, во-вторых, вот это все развлечение делать очень правильно, красиво, это все у них в этих ресторанах все стоит три копейки, еда очень мало стоит, и каждый ресторан старается как-то по-своему привлечь гостей, кто-то мандаринчиками, кто-то ценами, кто-то вкусной льдой, кто-то еще чем-то, кто-то красивой посудой, в общем здесь конечно же каждый найдет себе и блюдо по вкусу, и заведение по вкусу, единственное, что просто немного прохладно будет на улице поэтому на каждом шагу видимо у них сезон сбора этих цитрусовых и они собирают везде эти апельсины мандарины и короче говоря почти в каждом кафе стоят на столе в виде комплимента это собственно остатки от стены которые македонский Александр приказал разрушить 5 километров была эта стена и вот практически ничего от нее не осталось мы датча 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok